И теперь вот письмо такое, насколько я понял, это про Полипы. Я подумал, что эта интоксикация так в течение двух недель делала ремонт, в основном красила нючной краской, иногда одевала респиратор. Ну может быть, может быть, может быть, это вот как раз духота, затуманенность сознания, вялость, слабость и даже связки в коленях. Это все может быть как раз именно от того, что человек нанюхался этой краской. Но на балконе решила без респиратора и, скорее всего, нанюхалась вредных тактических веществ. Ну, это следствие. Сделала клизму с уриной 2 литра, то есть это большой клизмофон с уриной. Стало легче, организм постепенно пришел в норму. Но урина, сама по себе урина, оказывается, она нейтрализует яды, самые различные яды, токсины и так далее. Это очень интересно. Вот, допустим, вас укусила оса, больно очень. Вы уриночкой только раз потерли, а если упаренной уриной, очень быстро все это исчезает. Проверено. У меня жену как сжиганула оса. Она там бедная плакала, там под платье залетела и в ногу укусила. И потом опять это все повторилось. Ну, была упаренная урина. Опа, помазали. Все, буквально помазали, а она как ни в чем и забыли все это такое. Так. Все симптомы отравления исчезли. Ночью сходил в туалет, из меня вышло нечто опухолевидное с отростком. Видео прилагается. Непонятно, что это. Мне кажется, что это нечто перегородило кишечник и вызвало запор и интоксикацию. Не знаю, запор и интоксикацию. Вы о запоре здесь не говорили, что это запор. Вы говорили, что надышались краской. Видите, как? Как вот это все толковать? Так. Хотелось бы узнать ваше мнение с уважением пользователей. Значит, мы, как говорится, смотрим на все это и мы видим, что это полип на ножки. А оторвала его урина. Урина обладает способностью, тем более в таком количестве, как задали туда, отрывать разного рода вот эти вот полипы. Это очень и очень мощное средство. Вот видите, если так вот, вот она кака плавает, вот эта вот вся бяка-кака. Естественно, она при своем отрыве, но отрыв это, скорее всего, связан был, когда уриновая клизма была, тоже будет возникать какое-то недомогание и так далее. То есть, все это можно делать. От полипов можно использовать и клизмы с стоком чистотела. Кстати, в любимую книжку «Без очищения нет исцеления» заглядываем, смотрим. Это же самое можно посмотреть и в целительных силах. Ищите информацию сами. Это очень важно. А то вам все готово, все готово. А кто тут мне что-нибудь на тарелочку с голубой каемочкой подбросить? Особо нету желающих, да? Вот. Ищите информацию, добывайте, тем более она есть. Иначе, если вы сделаете обследование, ваше обследование, сейчас можно обследовать, обнаружить полипы, начнет удалять, то это удаление может быть намного хуже, чем наличие самого полипа. Чтоб такого у вас не было, как вот в случае. Ну что, хорошо мы поработали. Три видосика для вас. Смотрите, меня не забывайте. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. - Продолжение следует...